и на мумии в некотором роде были историческими персонами Минусинска. Когда-то Пашин имел большое дело, владел паровыми мельницами, винным и кожевинным заводами, взял из трех банков весь свой наличный капитал, более ста тысяч золотом, и объявил себя банкротом. Мельницы и все заводы пошли с молотка. Остался только двухэтажный каменный дом с надворной постройкой, пара гнедых иноходцев и единственный сын Кеша, женатый на дочери купца Потолашкина Армуш. Все в городе знали, что Пашин свихнулся и все сто тысяч золотом будто где-то запрятал. Сын подступал к отцу и так и эдак, но ничего не добился, кроме туманного обещания, что золотой клад Бог даст, добром обернется. Каким добром не ведут. Жди Кеша и горюй, но ведь на одних обещаниях не проживешь, на белом свете жрать-то надо, и стариков кормить к тому же. Вот и пришлось Иннокентию Михайловичу определиться в управляющей чужими делами, и мало того, кряхтеть и не роптать, когда таежный медведь Усков учинял всяческие изгальства, да и жену Аннушку прибрал к рукам. Эх, если бы Папашины сто тысяч. Года три назад, по совету Юсковой, Иннокентий Михайлович принял крутые меры против родителей, посадил их на черный хлеб и на редьку. Нету, мол, денег, чтобы кормить вас телятиной. Старики не роптали, довольствовались редькой и жаным хлебом, и пели псалмы на весь дом. Невеска не выдержала. Или ты их корми, идиотов, или я утоплюсь. Пришлось кормить. Была еще одна странность. Старички оглохли, но виду не подавали, что они не слышат друг друга. Более того, не признавали себя стариками. Она звала его Мишуткой, а он ее Клавпунчиком. Занимая две комнаты из девяти на втором этаже, Мишутка и Клавпунчик каждый вечер после ужина оставались в гостиной, и тогда между ними начинался такой любезный разговор, что невестка Аннушка готова была треснуть от злобы. Они все еще объяснялись в любви и даже ревновали друг другу. Подумать, ревновали. Песок сыплется, а они про любовь и ревность. И если их прогоняли из гостиной, они ворковали в какой-нибудь из своих комнат, покуда не засыпали в объятиях друг друга. Такая любовь продолжалась у них вот уже без малого шестьдесят лет. Было чем возмутиться Аннушке, разочарованной доченьке-купца, потолашке на давным-давно разлюбившей незадачливого сына, свихнувшихся родителей. — Что-то они не в духе сегодня твои, осмодеи! — кивнул на старичков Елизарь Елизарович. — Подай-ка им вина, портвейчику! Хозяйка презрительно фыркнула. А, ну, их глядеть на них тошно! Подай, подай, Аннушка! Пусть они и поворкуют про любовь за упокойные голубки. Григорий вот послушает, и Дарьюшка может развеселиться. Если разве так, смилостивилась пышногрудая Аннушка, наливая розовое вино в хрустальные старинные рюмки. Мишутка сухенький и беленький, как капустная кочерыжка, в черном поношенном фраке и в белой манишке с крахмальным воротничком, с кустиками белых волос, уцелевших на висках, аккуратно выбритый, радостно принял рюмку вина от скупой невески. И, поставив рюмку на тарелочку, потирая сухонькими ладонями, обратился сперва к Дарьюшке, что он выпьет за здоровье присутствующей красавицы. А потом, уже дотронувшись до руки, Клавпунчика сказал. — Ты мне простишь, конечно, великодушно простишь, что я не мог не обратить внимания на столь милое создание, как вот моя юная соседка. А что? Ты простишь, простишь, как это великодушно! — Ах, боже мой! — вино! — ворковала Клавпунчик. — Как давно я не пила хорошего вина, Мишутка! Я же сразу опьянею ей Богу! Я же говорила тебе, Мишутка, сегодня что-то случится. Непременно что-то случится, я видела такой сон. О, это было ужасно-ужасно! И, как всегда, сон — чистый сон! Хи-хи-хи-хи-хи! — рассыпалась смоченная седенькая старушка до того маленькой, что ее можно было унести на ладони. Мишутка, в свою очередь, бормотал. — Клавпунчик, ты такая великодушная! Я понимаю, я, конечно, понимаю! — О, как я тебя понимаю! — Клавпунчик досказывала сон. — И вижу, так явственно падаю, падаю, милый, хочу крикнуть, а голоса нет. Откуда ни возьмись, черный сокол, совершенно черный, взвился из-под ног. И тут я проснулась, Мишутка, Мишутка зову. А он хоть бы хны спит, вот всегда так, милый, каждый видит свой сон, хоть и спим рядом. Хи-хи-хи-хи-хи! Елизарь Елизарыч, развалившись на черном стуле с высокой спинкой, потешался. Ну, чем не спектакль, Гришуха? Из ума выжили, в Могилевскую пора бы, а про любовь щебечут. Небось, не покажут, где запрятали куш в сто тысяч. Эх, не я, Иннокентий! Я бы их года два держал на редьке, а все-таки добился бы. Хозяйка пожаловалась, что старики окончательно измучили ее, и что ради них она должна держать лишнюю горничную. И хоть бы прониклись уважением. Как же дождешься! Кошмар просто! Они совсем глухие, спросил Григорий. Что не надо, то слышат. Так и сидят дома. Да что вы, если бы вы знали, какой у них распорядочек. Как утро? Прихорашиваются, чай пьют и на гуляние отправляются. До обеда не жди. Уйдут на Тагарский остров, в Борг, к саду доктора Гриевы и там наслаждаются природой. Явятся к обеду, а после обеда за чтением. Сам он историю России по Соловьеву изучает и все что-то выписывает в тетрадке. Она перечитала все старинные журналы от Пушкина и до теперешней Нивы. Ну а потом ужин, а после ужина любовь и ревность. Любовь и ревность, не поверил Григорий. Поживите недельку, узнаете. Или вот с ней ради интереса полюбезничайте, а потом послушайте, как они в своей комнате будут ссориться, а потом простите за выражение целоваться. Вот она, какова любовь-то, Григорий. Чуешь, а? Подмигнул Елизарь, Елизарь. Эээ, а ты что ж, Дарья, притихла, как мышь, под кладью и лапки на стол? Дарьюшка и в самом деле необычно притихла. Потупив голову, положив ладони на стол, она сидела, как из ваяния. Ее черные, неприкрытые плотком волосы поблескивали по цветам тридцатилинейные лампы и молнии, спущенные над столом на медных цепочках слепного круга на потолке. Опять ушла от нас в третью меру? Подковырнул Елизарь, Елизарь, Дарья, Дарья. Мишутка и тут услышал позывные миллиончика Юскова. Весьма задумалась, весьма. Толкни ее там, Михаил Патоныч, толкни. Михаил Патоныч умильно улыбался в ответ. Толкни, говорю, успеет она, что ли? Весьма задумалась, весьма. А, чтоб вас. Елизарь, Елизарь, сам подошел к Дарье и встряхнул ее. Тебя зовут, не слышь, что ли? Ах, оставьте меня. Выпей-ка, портвенчику. Развеселись, да песню спой, чтоб на душе муть не оседала. Дай-ка бутылку, Григорий, налью осмодея. Пить будем, гулять будем. Вино лилось густое и красное, как кровь. Дарьюшка вспомнила, как дед Елизарь второй, совершая службу, причащая домочадцев-рябиновцев, разносил в серебряной ложке вино и говорил, что это кровь Креста Спасителя. И она, Дарьюшка, пила эту кровь. Может, потому и мучилась во второй мере жизни, что пила кровь Спасителя. И все-все пили. А что, если из черной бутылки льется в рюмке не вино, а кровь? Схватив рюмку, сплеснув, вино поднялась. Не смейте, не смейте пить кровь, не смейте. У Елизара, Елизарыча, бутылка выскользнула из рук и ударилась о тарелку, звон раздался. Белесый старичок, крестясь что-то, бормотал. Мишутка, Мишутка, пищала старушка, отодвигаясь от Дарьюшки. Дарья отопнул Елизар, Елизарыч. Не смейте, не вино, кровь пьете. Вечно кровь пьете и воображаете, что это вино. Я вижу, вижу. Не думайте, что я останусь с вами и буду пить кровь. Сядь, Дарья. С вами за один стол. Ха, ха, ха. Не с вами я, не с вами. Вечно не с вами. И хохоча швырнула хрустальную рюмку. Елизар, Елизарыч, ударил дочь по щеке, но на ногах не устояла, упала спиною на старушку, и они вместе свалились на пол. Господи, помилуй, крестился Михаил Платоныч. Помилосердствуйте, Елизар, Елизарыч. Как можно девицу, а? И жена моя. Дальнейшее осталось невысказанным. Елизар, Елизарыч схватил Михаила Платоныча за шиворот и поднял рыча. Не можно, говоришь, не можно? А жрать хлеб-соль задарма можно? Куда запрятал клад, сказывай, осмодей? Не я, Иннокентий, ты бы мне сказал, голубок. Тем временем Дарьюшка, схватившись, пыталась убежать из гостиной, но ее задержал Григорий. Пусти, пусти, ненавижу вас всех, всех ненавижу, презираю, презираю, отбивалась Дарьюшка. Вздуть ее надо, стерву, вздуть! Григорий уточил Дарьюшку из гостиной. Ради Христа, ради Христа, слышалось бормотание хозяйки. Убью, стерву, убью, заглотну, как мискозоба. Как она меня подрезала, а, под корень. Елизар, Елизарыч помотал головой, как бык, и что-то вспомнив, оглянулся. А где он, осмодей? Я из него, я из него весь клад вытряхну. Он меня сейчас выложит. Ради Христа повисла на шее Елизара, Елизарыча хозяйка, а старички, не задерживаясь, скрылись в своем убежище. Пусти, Анна, тебе же на пользу. Твой кешковек из них не вытрясет деньги. А я, ради Христа, я из них. Милый мой Елизар, Елизарыч, дорогой мой Елизар, Елизарыч, послушайте, я, я, о господи, и сказать-то боюсь. Кеша наказал, чтобы я не проговорилась. Что? Про что не проговорилась? Нету никакого клада, Елизар, Елизарыч. Дым, туман и больше ничего. Такой стыд. Нету, как так нету? Нету, нету. Позволь, Анна, позволь. Весь город знает. Если бы я могла открыться тебе. Что? Не могу я. Не могу пожалеть. Тебя пожалеть? Али, ты забыла, кто ты есть для меня? Ну, выкладывай. О, господи, Кеша убьет меня. Кешка? Да я его, я его разорву. Или я не через тебя держу в управляющих этого слюнтяя, а? Не через тебя? Да я его завтра вышвырну. О, господи. Куда тогда я? Как мне тогда жить? Елизарь Елизарыч некоторое время молчал, раздувая ноздри, придерживаясь волосатой рукой за спинку стула, потом вдруг что-то сообразил, поднял стул и трахнул ему. Со мной жить будешь, Анна, в открытую. Соображаешь? Дам тебе денег. Всю заверну в Катеринке. От ног до головы. Ах, если бы дело мне теснее прижалось к Елизару Елизарычу. Расстроганная Аннушка, как вот у вдовы Кушкаревой, петейные заведения. Что, петейные? Ха, плевать на Кушкареву. Если начинать, так начинать шиком на весь уезд. Не петейная, а ресторацию откроем с девицами на два этажа, как в Красноярске или в самом Петербурге. Дом на Мещанской отдам под такое заведение, чтобы на всех трех этажах жизнь кипела. Боже, согласна? Да я бы, да я бы век, о Господи, баста. Вот тебе моя рука, бери. Аннушка охотно вложила свою пухленькую руку в широченную лапу Елизара Елизарыча и взвизгнула, когда он легонько стиснул ее в знак состоявшейся сделки. Гляди, Анна, со мной не шути. Ежели с сегодняшней ночи ты хоть пальцем позволишь к себе дотронуться слюня в мукешке, жди, смерть будет. Как же? Что? Или ты руку не дала? Помни, медведь шутить не умеет. Аннушка струхнула. Господи, Господи, так все сразу. Голова кругом. Как же мне быть-то, милый, а? Приедет Иннокентий и объявишь ему, что уходишь на свою линию жизни. Двадцать тысяч получишь от меня подвексель. Подвексель я же. Молчи. Подвексель сказано. На двадцать тысяч три таких заведения можешь открыть. Знай, поворачивайся. Ну, а я же ли хвост мне покажешь? Я из тебя весь дух вытряхну. Ой, медведь, медведь, милый медведь, если бы это исполнилось, да я бы, мое слово, камень. А теперь говори, куда девался клад осмодея. И кивнул на дверь в комнату стариков. Не было клада, не было. Позор один. Весной, помните, старик чуть не помню. Вот тогда все открылось. Священника позвали, причастился, а потом сказал Кешке, что деньги ушли на погашение векселей Иваницкому. Псарю! Выторщил глаза Елизар Елизар. Какие такие векселя? Векселя-то Иваницкому достались от Моторшина, промышленника, с которым тайное дело имел свекор. Ловко. Ай, как ловко. Ну, ну, рассказывай. Аннушка что-то щебетала про какие-то косвенные, прямые и разные всякие позорные векселя. Пашина, выданная обанкротившемуся золотопромышленнику, и как ловко Иваницкий собрал все векселя и прихлопнул ими слабохарактерного Пашина, который и теперь еще проклинает Иваницкого. Елизар Елизарыч, довольный, что слюдяй управляющий, остался на бабах, усадил к себе на колени интеллигентную Аннушку, уверенной, что отныне она будет принадлежать только ему. Ай, боже мой, ты меня не слушаешь, раскраснелась она. Вот всегда так. Как выпить, так поддавай ему все сразу. Мужа Иннокентия обычно отсылал по делам, а с ней устраивал гульбу с катанием на тройке куда-нибудь в Ермаковское, в Шуш, в Малую Минусу. Ночами без кучера, со свистом и гиком с коньяком, который пил прямо из горлышка. Моя-то теперь гульнем, а? Что бузелок завязался? Когда еще завязался, хихикнула. Навек завяжем, навек. Собирайся, а я скажу Микули, чтобы воронка заложил. Куда же? Волчью полость прихватим, карабин с патронами, чтоб чертей пугать, коньяку для согрева души и тела. И на сенокосы к суходолу, а? Моментиком под зарод сено, а? Пить будем, с шиком рвать землю будем и жечь, жечь. Огневище устроим на весь суходол. Аннушка же манохала, притвор дочванилась, но не отказалась от увеселительной поездки. И пить будут, и гулять будут, была не была. А потом устроят огневище, чей-то зарод сено сожгут. Чудненько, ах, какой милый медведь, он будет теперь мой, навсегда мой. Только бы заведение открыть. И откроют, конечно, тому порукую медведь, хватающий направо и налево. Григорий догадывался, чем окончится у Елизара Елизарыча. Видел в окно, как на ворономо-находце, запряженном в рессорный тарантас, они выехали и вскоре скрылись в темноте. Постоял у окна, покривился, злясь на свою скучную долю фронтового ясаула, которому кругом не повезло, ни славы, ни денег, ни уважения. Был удостоен внимания великой княгини, отмечен великим князем офицерским золотым крестом. А кто он в действительности? Папаша был атаманом, вовремя завел связи, бросил семью в киржачьей заводе, женился на дворянке, вылез в атаман и оставив сынов от первого брака в черном теле. На животе ползу, во имя чего? За царя и отечество? За тупорылых миллионщиков, юзковых и им подобных? В ясаульских погонах, на побегушках? Не он ли радовался, когда по настоянию великой княгини Марии его вдруг произвели в Ясаул, и он тогда подумал, «Теперь я покажу себя». И в ту же неделю мадьярский палаш изуродовал руку, мало того, хлебнул и притом. «О, если бы Дарьюшка! Она его преследует во сне и наяву! Нет, он без нее не может жить». Ради Дарьюшки он наплевал себя в душу, раболепствуя перед юзковым. Думая так, он отгонял свои тайные помыслы. А в этих-то тайных помыслах он был уверен, что капитал золотопромышленника юзкова в конце концов перейдет к нему Григорию Андреевичу Потылицыну. А ради капитала и не такие унижения претерпеть можно. И вот медведь рвет чужую жизнь в клочья, развратничает с гусынями, а он, Григорий, человек с умом и сердцем, должен заискивать перед этой скотиной и получать от него деньги на харчи. Если бы Дарьюшка заметила его Григория, он был бы вознагражден за все свои горечи по стыдной жизни. Но нет же, он дважды спас ее от бешеного родителя, дважды благословлен был ее мужем. И ни разу, ни единого раза она не взглянула на него с участием. До каких же пор! Сейчас они вдвоем в большой комнате. Три огромных окна с затюлевыми шторами, задрапированная золотистым плюшем филенчатая дверь, лакированный стол для игры в преферанс и вист, стайка венских стульев. Вокруг стола и у стен персидский старинный ковер с проплешинами две или три картины в рамах, не задерживающие на себе ничего внимания, столь же ненужные отжившие, как в то время, откуда они явились, и прикипели к стенам отчаянно светлое зеркало под потолком в черной раме с финтифлюшками. Под зеркалом туалетный ореховый столик, пуф в чехле, и на этом пуфе, согнувшись, упираясь локтями в колени, Дарьюшка в бордовом шерстяном платье с длинными рукавами. Вне его, далекая, как тающая мираж спиною к нему, вечно спиною, и никогда лицом к лицу, как два окна порость, и никогда вместе. В простенке между двумя окнами неумолимые часы идут, 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 уносят время, уносят молодость, кипение крови, мечты и надежды. Жена она мне или не жена? В ответ ударили часы бомб один раз. Час ночь. Григорий, растирая правой рукой кисть левой изуродованной руки, опять вернулся к окну, раздернул штору, поглядел ночь. Сонная, обволакивающая, а у него клокочет кровь, жжет щеки, ноздри, горло. Надо взглянуть где-то, кадушка подумал про служанку и быстро вышел из кофты. Служанка убирала со стола в гостиной, щеки красные, как спелые помидоры, льняная коса в руку толщиной, перекинута по левому плечу на высокую грудь. Синяя сатиновая кофта с глухим воротничком, черная юбка и сальные короткопалые руки, моющие жирную тарелку. «Была бы гусыня», вспомнил Юскова, и нервный тик передернул левую щеку и века глаза. Подумает еще, что я и подмигываю. Ну, кадушка. И тут же оборвал себя. А почему бы нет? Всем дозволено, кроме меня. И на фронте офицерье издевалось за мою стеснительность и брезгливость. А ради чего? Или у меня три жизни? И вздрогнул. Дарьюшка говорит, что ушла от всех в третью меру жизни. А что, если правда существуют разные меры жизни? Фу, какая ерунда? Грудятся перемытые тарелки, соусники, вилки, ножи, куча объедков на трех собак, распахнутые дверцы буфета времен Ивана Грозного, книжный шкаф во всю стену, достояние осмодеев, диван с плюшевыми подушечками, три двери, одна в прихожую и две в комнаты стариков, два окна, задрапированные бархатом. Ну, как Шура? Григорий подступил к толстухе, намереваясь обнять ее по-юсковски, а внутри, в нервах, каждая клетка вопила. Нет, нет, противно. Но он шел на сближение, как каторжник, волоча цепи, толкает ненавистную тачку вперед, проклиная все и вся. Ну, как ты? И обнял толстуху, как бочонок с творогом, и жрать не хочется, а тащить надо. Что это вы? Шура прижалась животом к столу, не смея тронуть офицера грязными руками. С ее коротких пальцев стекали жирные капли в медный тазик, в котором она мыла посуду. Ты сдобная. Что это вы, барин? Аль как вас? Тихо. Или не соображаешь? Че соображать-то? Это брось. Не люблю притворщиц. Или медведь тебе больше нравится? Какой медведь? Который хозяйку твою уволок. Тот раз я тебя пожалел, когда он тебя уволок на всю ночь. Где вы тогда гульнули с ним? Да-ка, на сенокосах, на острове. Отдувалась Шура, и рот у нее открылся, как у телки. Она и похожа была на телку. Тело ее под ладонями Григория неприятно вздрагивало. Как же ты ему позволила, медведю? Да-ка, да-ка, что я? Такого бы жеребца в табу, наон. Стиснув зубы, глядя вниз, Григорий отошел к буфету, заглянул туда, достал початую бутылку коньяка, налил себе в чистый чайный стакан и шуре в рюмку. Ну, выпьем. Руки-то у меня. Пей. Ой, боженька, крепкоет-крепкоет, а аж дух занялся. Где твоя комната? Комната. Какая мне комната? С поварихой Карповной живем. Сразу внизу дверь от лестницы другая. Первый конюх со своей семьей проживает, а другая дверь мы с Карповной. Ну, ладно, иди. Я тебя потом позову. Док-док, вдруг хозяйка явится. Ты сама знаешь, когда она явится. Брезгливо процедил Григорий, опять налил себе полстакана коньяку. Толстуха хихикнула. Уж как знаю. Как вы тогда уплыли в город? В доме у нас гостевал господин Востротин из Красноярска. Миллионщик тоже. Сам-то Иннокентий Михайлович в Уренхай укатил, а Востротин неделю жил до Санны Платонной. Так-то они обиходливо миловались, как вроде жених и невеста. Ну, черт с ними, хмуро, отмахнулся Григорий и вздрогнул. В комнате у Дарьюшки что-то упало. Барышня не спит? Мне так страшно, так страшно. Сама-то наказала, чтобы я глядела за ней, а я так боюсь, боюсь, как вроде углями ждет страхота. И такая раскрасавица, как картинка писаная, ладно. За барышней доглядывать буду я. Вот спасибо, да, а то я с перепугу умерла бы. До того глаза у ней пронзительные, как иголки будто. И что с ней поделось? И с лица воду пить, и родителей эки богатющие, а вот подитые ладно. Подтолкнул толстуху упругим взглядом и долго еще сидел один за столом, потягивая из стакана коньяк и не пьянея. Часы или кровь стукает, как будто перед атакой на мадьяр. Поднялся и оттянул плечи назад, пружиня бицепсы, подумал, сейчас или никогда. Притворилась и третью меру придумала, чтобы найти потом Боровикова. И сразу же ненависть горькая, как резун трава, глухая, как тоска, чем он хуже Боровикова. Она, конечно, знает, что Боровиков — георгиевский кавалер, прапорщик, и она ждет его. Проклятье! Я еще с ним встречусь. Массажируя негнущиеся пальцы левой руки, подумал, а может, я ни рыба, ни мясо? Такие, как Дарья, любят силу и смелость. А у меня только жалость. Ко всем чертям. Шаги, шаги, скрипучие, кровь не стучит, а жидким огнем мчится по венам. Надо снять френч в прихожей. Или лучше там, в комнате. Что я, вор, что ли? Она моя жена. Сразу от двери он увидел ее голову на атласной подушке. Лицо белое и чуть вздернутый носик. Овал подбородка. Она уставилась на лампу. Может, свет мешает? Не сейчас, потом. Бордовое платье на спинке кровати. Пустые рукава смялись гармошкой на полу. Шагреневые ботинки на пуговках в стороне от кровати. Это она ботинки тогда кинула, наверное. Комочек пепельных чулок. Да подбородка голубое покрывало. Что она не разобрала постель? В комнате прохладно, или он, Григорий, охвачен таким морозом, от которого не согреешься теплом от печки. И зубы скучат. Надо взять себя в руки и без разговоров. Спокойно, спокойно, ясаву. Опустился на пугов, стянул сапоги, шерстяные чулки, а потом уже френч, рубаху, брюки и все это в одну кучу. Поднялся и оторопел. Она все так же, щурясь, глядела на пузырь висячей лампы под стеклянным абажуром. А что, если она действительно? Подошел к кровати, Дарюшка будто очнулась, вскинув глаза на Григория. Он спросил, почему не разобрала постель. Постель? Хлопала глазами Дарюшка. Поднимись, я вытащу одеяло. Одеяло? Голос хриплый, как у пропойцы. Поднимись. Дарюшка сообразила, чего от нее требует Григорий, и села на постель, машинально натянув на голую грудь покрывала. Следила за его рукой, как он, убрав две подушки, вытянул лохматое верблюжье одеяло с пристегнутым на пуговице под одеяльником, а потом стянул с нее покрывало и бросил на никелированную шишку кровать. Плотно стиснув ноги, сгорбившись, закрывая ладонями груди, она глядела на него снизу вверх и, как видно, ничего не понимала, что ему нужно. Или он укладывает ее спать? Она же сама легла. Ах, вот одеяло. — Потушить свет? — спросил он. — Да-да, я хотела. Но высоко и лампа какая-то. Не понимаю. Такую не видела. Ты бы замерзла под покрывалом. — Замерзла? Нет. — Твой папаша укатил с хозяйкой. Укатил куда? У него мест много, где он может показать себя и свои деньги. Таких, как хозяйка, он называет гусынями. Гусынями смешно. Она красивая, только глаза у нее, как молоко белое и нахальное. — Твоему отцу нравятся всякие гусыни. Я его ненавижу, животные. Никогда не вернусь к нему в дом. Никогда. Григорий бережно накрыл ее ноги одеялом. Ответил. — У нас будет свой дом. — Свой дом? Забавно помигала она и усмехнулась доверчиво и просто. — К чему дом? Весь мир дом. В четырех стенах всегда тесно и тоска такая, хоть плачь. И я плакала, как ночь я плакала. Уткнусь в подушку и плачу, плачу. Сейчас я хочу уйти, в мир уйти, и чтоб дождь, и снег, и ветер, и черный-черный тополь. Тогда я шла и думала, настанет день, и птицы начнут петь. Они всегда поют при солнце. Если бы люди, как птицы, могли петь, они бы, они бы и тихо-тихо одними губами усмехнулась, опустив голову на подушку. Он тронул пальцами ее обнаженное плечо и будто ожегся. Она, насупившись, поглядела в упор. Дашенька позвал он и, опустившись на кровать, повернулся, поцеловал ее руку. Он что-то еще говорил, ласково и желанное, но она не поспевала за его словами. А руки его, пальцы, ладони приятно жалили и жгли-жгли Дарьюшку. Это он, конечно, целовал ее в пойме Малтата давно-давно. И птицы пели-пели, бормотала Дарьюшка в забытии, подставляя тоскующее тело под жадные поцелуи. И было солнце, и была трава. Высокая-высокая, белоголовник цвел, а шиповник такой колючий, противный. И трещали кузнечики часто-часто, и небо синее-синее, потом бордовое. Он впился в ее припухлые губы и целует-целует. И любит ее, конечно, любит. Ее пахучие гибкие руки обняли его за шею. Она столько ждала целую вечность. Ты меня любишь, и глаза ее сияли, как черные звезды. Если бы ты знала, как я тебя люблю. И я, и я. Ты как Богородица. Ты меня будешь целовать всегда-всегда. Я так ждала, и так мучилась. Всегда думала, он придет, и тогда мне откроется розовое небо. И я буду счастлива. Ты будешь счастлива. Посмотри, я красивая. И откинув одеяло, она вытянулась на постели. Но взглянув на себя, проговорила. Рубашка вот у меня. Тело как молоко. Я сама, сама, погоди. Я хочу, чтобы ты видел, какая я. И всегда помнил. Дашенька, смотри, смотри. Всю-всю и помни. Вечно помни. Я хочу, чтобы ты меня любил. Вечно. И в третьей мере, и в четвертой. Ах, я не хочу быть старухой. В четвертой я буду старухой. Потом умру. И уйду в пятую меру. И тогда хочу любви. Вечно хочу любви. Если бы все так любили. Он опьянел от ее податливого тела. И не мог насытиться. Что случилось с Дарьюшкой? Она его ждала. Она его любит. Его, Григория, жена моя. Жена, 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 твердила Дарьюшка. Я так ждала, я так мучилась. И вдруг она промолвила. Ты помнишь, Тима? Как трещали кузнечики. Тима, милый, я хочу тебя, Тима. Григорий отпрянул. Ты, ты, ты. Поперхнулся он. Что? Ты испугался. Почему испугался? Тима, это я. Дарьюшка, твоя Дарьюшка. Чужое имя, как хлыстом по голой спине. Ее руки тянулись к нему. И опять Тима, милый Тима. Он ударил ее по рукам. Еще раз по щеке, точь в точь, как давеча папаша в гостиной. Она сжалась в комочек. Лицо ее перекосилось. В глазах укор и недоумение. Ты, ты забудь это проклятое имя, Тима. Вывернул он изнутра, как ушатом холодной воды, окатив Дарьюшку. И не притворяйся, а что спутала меня с какой-то сволочью. За-за-за что? За-за что? Она не понимает, за что же он ее ударил? Что случилось? Он же ее ласкал, межил. Ей было так хорошо. И вдруг чужое, страшное, противное лицо. Куда исчез тот, чье сердце стучалось ей в грудь? Мамочка! Пересиливая гнев ревности, он лег рядом с ней. Она звала. Он молчал. Она хотела что-то вспомнить, понять, уяснить. А он ей не хотел помочь. Опять встретилась с его глазами. Не видела таких. И быстро поднялась, собираясь сбежать. Я уйду, уйду. И губы у нее тряслись, как у обиженного ребенка. Ты жестокий, жестокий, жестокий. Все вы жестокие, жестокие. Зачем ты его вспомнила? Я тебя ждала, столько ждала. Ты жестокий, жестокий. Я бы тебя пальцем не тронул, если бы ты не вспомнила про него. Мало тебе, что он таскал тебя в пойму. Он, он. Дарюшка не понимала, что еще за он. Я с ним еще встречусь, лоб в лоб. Я не хочу тебя. Не хочу. Уйди. Сейчас же уйди. Я твой муж. Нет, не хочу. У меня будет другой муж. Завтра будет другой. Завтра? Завтра, завтра. Григорий хотел ударить ее, но передумал. Он свое возьмет. Пусти, пусти. Мамочка позвала она, и тут же потная ладонь закрыла ей рот. Он ее мучает. Почувствовав боль, она его укусила за ребро ладони. Он ударил ее по губам, собрав все силы, она вывернулась и стала царапаться, как волчица. Он опять ударил ее и втиснул руки в постель. Бил ее коленом и рычал, рычал, долго и бесстыдно насиловал. И вдруг, неловко повернувшись, он кнулся лицом в подушку, и в тот же миг Дарюшка схватила зубами за ухо. А-а-а! Заорал Григорий. Брызнула кровь, заливая лицо Дарьюшке. Зажав ладонью окровавленное ухо, Григорий слетел с кровати и волчком закружился возле стола. Сквозь пальцы сочилась кровь, стекая по руке до локтя. Будь ты проклята! Будь ты проклята! Оцедил он сквозь стиснутый... 12. Минусинск проснулся коровьим мыком трубным, долгим в тысячу глоток, воплощением умиротворенности и спокойствия. Дарьюшка прислушалась и подбежала к окну, уставившись в текучий мычащий мир. Похоже было, что город населяли одни ленивые, удойные, меланхолические коровы, телки и быки. Они стекались на площадь со всех сторон, красные, бурые, пестрые, черные, камолые, рогатые, подтащалые, с выпирающими крестцами, жирные, с раздутыми утробами, с торчащими к земле сосками, шли и шли, толкая друг друга, шли стадом напойменные луга на оттавы, чтобы к вечеру набить утробы и вернуться в город с закатом солнца и также мычать, возвещая мир о своем благополучном возвращении. Навстречу коровам поднималось розовое солнце. Мычат, мычат, шептала Дарьюшка, созерцая коровье царство. Она была в платье, расстегнутом на спине. Но если бы спросить Дарьюшку, легла ли она в постель в платье или без него, и что с ней произошло ночью, она вряд ли бы ответила бы, мычат, мычат. А что, если весь подлунный мир, от зари и до зари, населяют одни дойные коровы, телки, нетели и быки? Может, это и есть та третья мера жизни, куда пришла Дарьюшка, отряхнув в прах со своих ног, от прошлых трудных дней жизни. Коровье царство и коровье спокойствие. И она, Дарьюшка, тоже должна мычать, призывно, утробно, и тогда она будет счастлива. Надо мычать, мычать. Му, попробовала Дарьюшка, сперва тихо и неумело, а потом, набрав полные легкие воздуха, замычала свободно, не хуже любой нетели. Му, му. И сразу стало легче, точно вместе с мыком, улетучилась горечь минувшей ночи, все сомнения и те неразрешимые вопросы о пяти мерах, над которыми она столько билась, как все просто, набрать воздуху и, сложив губы трубочкой, выдыхать из себя облегчающее. Му, му, постепенно втягивай живот. Барышня, Дарьюшка оглянулась на толстуху в ситцевом платье, пригляделась и промычала. Что это вы, барышня? Му, му. Рань такой поднялись и опять чудите, и ночью офицера попусали. Му, ответила Дарьюшка и сказала. Мычи, мычи, сейчас ты нетель, справная и жирная, а потом станешь коровой, мычи. Ой, боженька, попятилась обладательница толстых ног, смахывающих на ступы. Спали бы, барышня, мычи, мычи, пригнув голову, Дарьюшка намеревалась боднуть толстуху нетель, но так кинулась за дверью. Некоторое время Дарьюшка кружилась вокруг стола и мычала, но потом прибежала встревоженная хозяйка, попробовала утихомирить Дарьюшку и, не преуспев, подняла самого Елизара Елизарыча. Отец вошел в комнату в нижней голландской рубахе, ниже колен, распахнутой до пупа, в халате, накинутом на вислы и широкие плечи, и не без робости приблизился к дочери. Ну, что ты тут, Дарья? Дарьюшка отпрянула от отца. Цыган, цыган, мясник. У папаши глаза полезли на лоб и сон как рукой сняла. Эй, ты стерва что, а? Изувечу. Му, 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 тревожно промычала Дарьюшка, как бы взывая милосердие. — Это что же, а? Что же, а? — затравленно оглянулся Елизар Елизарыч, запахиваясь халатом. — Час от часу не легче, а? Давно она поднялась. Выслушав сбивчивый рассказ служанки, предупредил. — А ты смотри, Александра, помалковай в городе, и чтоб книгочтец Юсков не проведал. И про то, как она ухо покусала человеку нигугу, и пригрозил вздую. — Утром Елизар Елизарыч получил депешу от капитана России, что пароход будет в Минусинске, послезавтра утром. Туманы задерживает. Надо было съездить в Усть-Абаканское и встретиться там с размазнёй, управляющим Иннокентием Михалычем, которого он решил отстранить от дел. Но Дарьюшка висела на шее, как якорь. Надумал показать её известному минусинскому доктору Ивану Прохоровичу Гриве. — Доктор не хотел принять Дарьюшку. Я хирург Дарс. Если ваша дочь, как вы говорите, с ума сошла, то следует обратиться за помощью к психиатрии. Наука о душевнобольных. В Красноярске имеется больница. — Елизар Елизарыч пообещал хорошее вознаграждение. — Никакого вознаграждения, почтенный, — рассердился доктор Грива. — Вы, вероятно, думаете, что доктора призваны взымать, а не давать. Есть и такие доктора Дарс. И, подумав, доктор нашёл выход. Есть здесь бывшая курсистка психоневрологического института. Официально она не практикует, а приглашу её к себе. Так что приводите вашу дочь в мой сад в пересылку доктора Гривы. Как так в пересылку, не понял, Елизар Елизарь? — Если угодно, в мой дом на Дюне, Дарс. Но я предпочитаю свой дом называть пересылкой, этапной тюрьмой. В России, как вам известно, все жители так или иначе заключённые, Дарс. И я пока живу в пересылке. В Сибирь меня гнали из Одессы, из тюрьмы к тюрьме. От пересылки к пересылке 33 тюрьмы, почтенный, Дарс. Ну а дальше одному богу и жандармам известно, куда погонят дальше. Так что я пока в собственной пересылке. На всякий случай запомните. К моему дому ехать будете мимо тюрьмы. Не испугайте больную. Другой дороги нет. Дарс. В России, почтенный, от сотворения мира все дороги ведут в тюрьму. Не в Рим, как в матушке Европе, а в тюрьму. Да-с. Доктор Гриво шутил, конечно. В Минусинске он прикипел на вечное поселение, вырастил на бросовой земле яблоневый сад, построил дом на сыпучей дюне в полуверсте от тюрьмы. И говорят, будто на новоселье созвал всех свободных надзирателей, конвойных солдат и бражничал с ними всю ночь на полёт. Мало ли чудаков на свете. День выдался солнечный, высокий и просторный, какие бывают в благодатной Минусинской долине. Сытый рысак-воронок, любимец хозяина, пощёлковая подковами, сияя серебром и медью, наборной сбруи с кисточками играючи бежал по улицам города через деревянный мост на Тагарский остров, и там, свернув, на одну из улиц линий помчал хозяина с дочерью к тюрьме. И надо же было встретиться с этапными арестантами. Впереди, на сером коне, в длиннополой шинели, в начищенных сапогах, со шпорами, при шашке, в серой каракулевой папахе, картинно кособочился конвойный офицер. Взмахнув плетью, он крикнул «Посторонись!» и успел прицелиться глазом на молоденькую красавицу, сидевшую слева в тарантасе, рядом с бородачом в шляпе и суконной поддёвке. Постоянно настороженная Дарьюшка ещё и издали заметила всадника на бледном коне и готова была выпорхнуть из коробки тарантаса. Но тогда раздался голос всадника, а потом он, горцуя, вздыбил коня и, обращаясь к конвойным солдатам, крикнул «Подтянись!» Внимание Дарьюшки метнулось на арестантов. Они шли по четыре в ряд, закованные по рукам и ногам. В серых колпаках и в таких же грубых куртках и штанах, похожей друг на друга, точно одно лицо растворилось в сотне обречённых тупых лиц, охраняемых конвойными солдатами. Двигались медленно, гремя цепями, и Дарьюшка вспомнила, как давно в Красноярске, по Воскресенской, вот так же гнали этапных и горожане, любопытные, но безучастные, тупо созерцали шествия несчастных. И она, Дарьюшка, плакала и втайне проклинала царя и всю существующую власть, которая только и умеет, что творит жестокость. И люди терпят ермо, волочат цепи и издыхают на каторге, и благословляют рабской покорности. Жестокость. Она, Дарьюшка, никогда не благословляла ее. Но она была такая беспомощная и жалкая, но ведь это было тогда во второй мере жизни. Сейчас Дарьюшка чувствует в себе силу, чтобы сразиться с тиранией. Сдерживая воронка на ременных вождях, Елизарь-Елизарь подъехал к заплоту и не успел оглянуться, как Дарьюшка выпрыгнула и побежала к этапным, ловко увернувшись от солдата. Назад, назад, заорал конвойный, и в ту же секунду круто обернулся офицер на сером коне. Дарьюшка влетела в ряды арестантов, как стрела, опущенная самой судьбою. «Не смейте жить в цепях, вы люди!» — раздался ее призывный голос. «Пусть цепи носят насильники и мучители. Глядите, как светит солнце. Оно светит для всех и для вас, чтобы вы радовались жизни и были счастливы. Бросьте цепи, бросьте! Сейчас же! Взять ее, взять!» — взвизгнул офицер. То наезжай на арестантов, то вскидывая коня на дыбы. Танцуя серый конь, звучно перекатывал на оскаленных зубах стальной мундштук, а конвойные солдаты, ощетинившись штыками, держали на прицеле сбившихся в кучу кандальников. Голос Дарьюшки зазвенел страстно и призывно. Арестанты моментально сгрудились вокруг нее, и каждый хотел взглянуть на лицо девушки. И она их видела, несчастных, близко-близко. Совсем молодых, измученных азиматами, бородатых, отупевших, не верящих ни в солнце, ни в радость жизни. «Пусть они взбесятся, насильники!» — возвещала Дарьюшка, довольная, что сказала правду. «Глядите, как прыгает бледный конь!» «И ад и смерть на бледном коне! Не бойтесь, я с вами, мученики, я с вами! Киньте цепи и пойдемте со мною в третью меру жизни! У нас будет радость, у нас будет солнце, у нас будет счастье! Изгинут цепи, слышите?» Офицер выхватил револьвер, выстрелил вверх. Еще и еще — бах-бах-бах! «Ложись!» Арестанты остались безучастными к воплю офицера, тесно сомкнулись плечом к плечу. И там среди них Дарьюшка в черной плюшевой жакетке и в пуховом платке, сбившемся на плечи. На выстрелы офицера отозвалась тюрьма. Бежали солдаты, надзиратели, унтеры, а из соседних домов и заград в улицу высыпали любопытные горожане. Елизар Елизарь перепугался да икоты, а тут еще воронок, как только раздались выстрелы, попятил тарантас на середину улицы. Надо бы сказать, что Дарья не в своем уме, да где уж тут. И кто услышит? «Осподи, помилуй, осподи, помилуй!» Молился Елизар Елизарыч, порешив, что Дарьюшку, наверное, прикончат, да и его схватят. Шутка ли посягательства на законы царя и отечества? Призыв к освобождению арестантов. Шум, гвалт, крик, ругань, звон цепей. Солдатские лапы сгробастали Елизара Елизарыча за шиворот английской поддевки и выволокли из коробка тарантаса. Арестантов штыками погнали обратно в тюрьму. Елизар и Елизарыча поволокли в караульное помещение рядом с тюремной стеною. «Разберитесь, братцы, разберитесь!» Взывал к солдатам Елизар Елизарыч. Но те тащили да подкидывали горяченьких, чтоб век помнил, как нападать на конвой. Первое, что увидел Елизар Елизарыч в бревенчатом караульном помещении, были решетки на трех окнах. Стол впереди, широкая скамья и жестяная лампа, спущенная над столом с потолка. Еще одна дверь в соседнюю комнату, и там бился голос Дарьюшки. Это, конечно, она кричала. «Стон, стон и удары!» Догадался, Дарью избивают. Не успел сказать, что дочь психическая, как дюжий солдат, подскочил к нему и без единого слова сунул кулаком в рыло, и искры из глаз посыпались. Тут и пошло. Трое держали со спины, а двое утюжили почтенную физиономию миллионщика. «Братцы служивые, разберитесь!» Внутряным стоном отзывался на удары. Елизар Елизарыч, не чай, а останется ли в живых? Нет, такого он не переживал. Сам молотил инородцев смертным боем, если те жаловались на него, что он их ограбил. Но чтоб самому испытать лупцовки, в помышлении не было. Не он ли за веру царя и отечества готов хоть всех инородцев отправить на тот свет? Раздеть до нитки, забрать весь скот и потом продать царю и отечеству втридорга? Или того больше? Не он ли самый праведный гражданин в отечестве? И вот бьют, бьют да приговаривают. Собака, абразина, харя, рыло. И все это комментируется соответствующим довеском физического воздействия на собаку, абразину, харю, рыло в одном лице. Измолотили Елизара Елизарыча до того, что он еле поднялся на четвереньки. Окатили водой, очухался. Господи, за что, а за что? После столь внушительной обработки потащили в двухэтажный дом управления тюрьмы на второй этаж. И тут Елизар Елизарыч предстал перед начальником тюрьмы, бритащоким старикашкой в погонах штабс-капитана и перед жандармским подпоручиком. «Прошу, садитесь!» — подпоручик указал на деревянный замызганный стул, поставленный на почтительное расстояние от стола. «Фамилия!» Помятый, всквокоченный, диковатый, с подбитыми глазами и подпухшей щекой, Елизар Елизарыч смахивал на затравленного медведя со связанными лапами. Из головы вылетело, что он, почтенное лицо миллионщик, все может до всех дойти, горастый, что ему сам черт не страшен. А тут притих, пока собочился, грузно опустившись на стул. Хоть бы развязали руки, так нет же, притащили к начальству, как какого-нибудь арестанта или каторжного. «Да это же иконников!» — узнал Елизар Елизарыч, жандармского подпоручика, с трудом переводя дыхание. Болели ребра, спина и башку не повернуть, иконников же. За одним столом сидели у Вильнера. «Фамилия!» — подтолкнул подпоручик. «Юзков фамилия», — покорно ответствовал Елизар Елизарыч, и, собравшись с духом заискивающе, проговорил. «Юзков же, господин иконников!» Подпоручик хлопнул ладонью о стол. «Молчать! Имя отчества!» «Елизар Елизарыч! Или вы меня не признали, господин иконников? Дело у меня на всю губернию!» «Дело? На всю губернию?» — прицелился подпоручик. «Понятно. В нашем уезде такую сволочь еще не видели. Из губернии прилетел с той шлюхой!» «Господи, прости!» «Молчать! От какой партии имел поручение совершить налетный этап и освободить государственных преступников? Отвечай!» «Не было того, не было. А партия моя по скотопромышленности. И в акционерном обществе состою пайщиком. Контора моя в Минусинске, в Уренхае, а также и в Красноярске по акционерному обществу. «Ты эти штучки-мучки брось!» — погрозил пальцем щеголь подпоручик, прохаживаясь возле стола. «Со мной не пройдет! Понятно?» «Ты мне выложишь, по чьему заданию явился в Минусинск? И без перехода в упор. Социалист-революционер? Террорист? Ну, живо! Юсков же я! Юсков! Господина исправника, спросите! Ротмистр от Нолокнянникова! Меня весь город знает!» Начальник тюрьмы что-то шепнул подпоручику, тот внимательно пригляделся к арестованному, а потом уже обратился к конвойному унтер-офицеру. «При задержании обыскали?» «Нет, оказывается, не успели. Обыскать!» Подскочили три надзирателя, унтер-офицер, развязали руки арестованному, обшарили карманы. «Золотые часы Павел Буре», «Замшевый бумажник», набитый кредитными билетами, какие-то бумаги, счета с печатными заголовками «Енисейское», «Акционерное общество», «Пароходство», «Промышленности и торговли», «Юсков Елизар Елизарович». «В нагрудном кармане поддевки, осколки от разбитой бутылки марочного французского коньяка, угощения для доктора Гривы, в наружном кармане пара дамских роговых шпилек, серебряная и медная мелочь, витая цепочка с разнообразными ключами». «Пересчитали деньги, 1725 рублей». «Значит, Юсков потеплел жандармский подпоручик, соображая, не влип ли он в историку». «Ну а теперь скажите, как вы задумали совершить налет на этапных с той шлюхой? И кто она? Социалистка? Кого именно она хотела освободить, призывая преступников совершить нападение на конвой? Это ее деньги?» «Господи, прости, не было нападения на преступников, не было. Это ее деньги?» – спрашиваю. «Мои деньги, мои». «Кто она, та особа, которая ехала с вами, а потом прорвалась к этапным и призывала к нападению на конвой?» «Умом помешанная, господин иконников, другая неделя, как сошла с ума, вез доктору Гриве. А дорога-то, господи, прости, мимо тюрьмы. Кабы знал такое, связал бы, скрутил, или человека взял бы с собой. А тут, господи, помилуй, вожжи в руках, рысак-то у меня норовистый, не успел глянуть, экая, господи, ночью человеку ухо откусило». «Ухо откусило? Кому откусило?» «Моему доверенному, пакционерному обществу, Григорию Патрилицыну, казачий офицер Есаул. Доглядывал на честь за нею, кинулась и ухо отживало. Елизара Елизарыча понесло, только бы не его обвинили в злоумышленном посягательстве на тюремную крепость царя и отечества. Пусть за все ответит Дарья. Какой с нее спрос, коль с ума сошла? Как ее фамилия этой особы? У Елизара Елизарыча захолонуло внутри. Фамилия-то Юскова. Не знаете ее фамилию? Как не знать? Юскова. Прости меня, господи. Дарья Юскова, дочь моя. Другая неделя, как с ума сошла?» Подпоручик переглянулся с начальником тюрьмы. «Ваша дочь? Истинно так, дочь. После гимназии ума решилась. Дома держал под замком. А сегодня вот хотел показать доктору Гривы. Вы понимаете, какое она преступление совершит? Разве ждал того, ваше благородие? Думал ли, что каторжных встретим? Жандармский подпоручик призадумался. Дочь Юскова. Сумасшедшая. С дураков взятки гладкие. Только можно припроводить под конвоем в психиатрическую больницу. Но ведь дочь Юскова этот космач поднимет на ноги исправника, ротмистра, дойдет до губернатора Гололобова. И чего доброго подпоручика отправят на фронт из-за какой-то дуры? К тому же дуру до того избили, что она еле жива. Не лучше ли выпроводить миллионщика вместе с его дочерью? Только пусть он подпишет протокол, что его больная дочь Дарья в состоянии невменяемости кинулась к этапным, призывая их к нападению на конвой. И когда преступники пытались разбежаться, конвойные солдаты применили силу, и Дарья Юскова пострадала в свалке. И что отец психически больной Дарьи, Елизар Елизарыч, получил соответствующее предупреждение, чтобы впредь больную дочь держать под строжайшим надзором и водворить в больницу. И что сам Елизар Елизарыч не имеет никаких претензий к жандармскому подпоручику Иконникову, в чем и расписуется. Пришлось стерпеть и подписать протокол, только бы убрать ноги из заведения его императорского величества. Подпоручик любезно вернул деньги и вещи. Принимая часы, Елизар Елизарыч нажал на головку боя и прислушался к серебряным ударам. Три часа с тройным перезвоном, что означало четверть четвертого. После перезвона серебристая мелодия «Боже царя храни». Начальник тюрьмы выпрямился и перекрестился, слушая гимн. Дослушав мелодию, Елизар Елизарыч положил часы в карман, собираясь уходить. Жандармский подпоручик выразил сожаление, что произошла такая печальная историка. Иметь такую дочь? Подпоручик покачал головой. По уставу конвойной службы ее должны были застрелить на месте преступления. Нападение на конвой с целью освобождения преступников. Как о том имеется специальное предписание. Конвойная охрана открывает огонь без предупреждения. Что поделаешь? Тем более господин Юсков среди конвоируемых. Немало головорезов, приговоренных к вечной каторге. И что особенно важно, более 30 государственные преступники, подпольщики, так называемые социалисты-революционеры, весьма опасные для отечества. Да я бы, воспрял Елизар Елизарыч, всех этих социалистов. Живьем в землю, а не на каторгу. Подпоручик, конечно, согласен. Лучше бы живьем в землю. Начальник тюрьмы пригласил Елизар Елизарыча в свой кабинет. Тут у меня туалетная комната. Предупредительно указал сухонький старичок на задрапированную дверь. Прошу, прошу. Елизар Елизарыч воспользовался приглашением. В туалетной был установлен большой цинковый титан для нагрева воды, ванна-рукомойник с эмалированным бачком, флаконы с ароматной водой, зеркало в черных трапинках, в котором Елизар Елизарыч увидел свою изрядно помятую физиономию. Губы распухли. С запекшейся кровью на бороде правая щека вздулась и перекосилась. Глаз затек и на лбу шишка. Эко и уходили меня служивые. Надо бы сырого мяса приложить к щеке и в подглазье. Куда я теперь? С этакой образиной. Понятно, ни к исправнику в гости, ни к Вильнеру, ни к пиллионеру-маслобойщику Вандерлипу, с которым уговорился вечером встретиться. Начальник тюрьмы, прощаясь, проверещал, что он не причастен к инциденту, и что конвойная служба находится в распоряжении особого ведомства, и что если господин Юсков, как нечаянно пострадавший, возбудит дело, то следует обратиться туда-то и к тому-то, и ни в коем случае к ведомству тюрем Российской империи. Елизар Елизарыч махнул рукой, ладно, мол, да... Подпоручик иконников поспешил в караульное помещение взглянуть на дочь миллионщика Юскова, которую он принял за политическую террористку и поручил допросить со всей строгостью прапорщику Мордушину, тому офицеру, который так картинно дособочился на сером коне, заглядевшись на Дарьюшку, а потом открыл стрельбу из револьвера. В помещении для нижних чинов, с деревянными нарами, с козлами для винтовок, где недавно отработали дюжего бородача, рассевшись по двум лавкам возле стола, густо дымили самокрутками конвойные солдаты. Все не разом поднялись, уставившись на холеного жандармского подпоручика. Дверь в офицерскую половину караульного помещения была замкнута, и подпоручик постучал кулаком. Солдаты переглянулись, и двое из них лукаво перемигнулись. «Арестованный здесь!» — скрипнул подпоручик. «Так точно, Ваше благородие!» «И прапорщик там?» «Так точно!» Подпоручик передернул плечами и ударил в дверь носком сапога. Вскоре отозвался прапорщик Мордушин и почему-то не открыл дверь. «Сволочь! Он ее там!» — догадался подпоручик, еще раз ударил кулаком. Щелкнул замок, и в дверь выглянуло пунцово-потное узкое лицо, бесстыжие, вытаращенные глаза, рыжие, завинченные стрелками вверх усики и неестественно красные торчащие уши. Подпоручик молча прошел в первую половину офицерского помещения и, круто обернувшись, уставился на прапорщика Мордушина. Тот, закрыв дверь, сообщил, что арестованная террористка не отвечает на вопросы, не назвала сообщников и кто ее подослал отбить кого-то из политических. Они все такие политики, хоть на куски режь. И мало того, упала в обморок, и прапорщику пришлось ее уложить во второй комнате на койку, где обычно отдыхали конвойные офицеры, пригоняя этап или перед тем, как принять из тюрьмы заключенных. Понятно, процедил сквозь зубы подпоручик и, заметив болтающийся из-под френча конец брючного ремня, у прапорщика язвительно указал «Уберите улики». И первым прошел в следующую комнату, поскрипывая зеркально-блестящими сапогами. Дарьюшка лежала на узкой железной кровати поверх армейского суконного одеяла в своем бордовом шерстяном платье, и взгляд ее, устремленный в прокоптелые плахи потолка, был каким-то плавающим, невидящим. Ее плюшевая жакетка на атласном подбиве и пуховый оренбургский платок лежали на соседней кровати рядом с прапорщицкой шинелью. Подпоручик взглянул на Дарьюшку, а потом на прапорщика. Тот по-прежнему таращил разбойничьи глаза, делая вид, что не понимает, к чему клонит жандармский подпоручик. Выйдем. На пунцовых щеках подпоручика вздулись жаловаки. Есть ли предел нахальству у этих конвойных офицериков? Пойман с поличным, а ведь будет запираться сволочь. И тут же осадил себя, если всю эту паскудную историку предать огласке, то как бы самому не влипнуть. Он же подпоручик и конников прикомандирован к тюрьме и отвечает за конвойную стражу. В секундном поединке они готовы были расстрелять друг друга. Молодые, увильнувшие от фронта, беспредельно жестокие, чем и заслужили, исполнять грязную работу в тылу и в то же время ненавидящие друг друга. Жандармский офицер для офицера конвойной охраны – это хуже немца в рукопашном бою. Этакий щеголь, да еще и губами дергает. Небось, не припачкает свои лайковые перчатки о физиономии арестантов. А вот ему, прапорщику, мордушину, в дождь, в зной и в лютый мороз приходится гонять этапы по каторгам и пересылкам. Кормить клопов, отбивать кулаки о заключенных, жрать в сухомятку на этапных привалах, мерзнуть и мокнуть, как собаки, стрелять без предупреждения при малейшей попытке к побегу, составлять рапорты, харчевые листы, прикарманивать медики и тянуться перед тыловыми щеголями в голубых мундирах. Ну так что же прапорщик покривил губы под поручик? Изнасилование? Как так изнасилование выкатил глаза прапорщик? Знаешь, сколько положено по статье закону уложения за подобное преступление при исполнении служебных обязанностей? Какое такое преступление? Оставьте прапорщик, не корчите из себя идиота. И, понизив голос, пригрозил. Если я немедленно вызову доктора из тюремной больницы, и он осмотрит ее, то... Прапорщик ощетинился, как раз гневанный декабрас, и быстро взглянул на свою шашку в ножнах и кобуру с револьвером, оставленный на квадратном столе, без глупости осадил под поручик. Не хочу упекать тебя на каторгу, Мордушин, но имей в виду... Это мое последнее предупреждение. У тебя это не в первый раз. Уступил под поручик и, достав пачку папирос, закуривая, продолжил. Угораздило тебя. Знаешь, с кем имел дело? Запирается, но я ее раскалю. Только было начал. Вот поручик тоненько засмеялся. Она сумасшедшая, Мордушин, дочь миллионщика Юскова. Слышал, проскута промышленника. Ну вот, он ее вез к доктору Гривы показать. И тут с этапом встретился, как она тебе ухо не откусила. Вчера она одному откусила ухо. Да ну, не поверил прапорщик. Как она показала себя? Вот уж показала. А я-то думал, что она меня хочет обмануть. Тут такое дело. Лопнуть можно. Я ее допрашиваю, понимаете. А она уставилась на мое оружие и говорит. Сними оружие, брось и пойдем со мной, говорит. В третью меру жизни. Ну, думаю, барышня, задумала поймать меня на крючок, чтобы я ее выпустил. Да, думаю, сыграю, спрашиваю. Если я сниму оружие и поведу за собой, то, говорю, ты откроешь мне всю тайну? Она отвечает. Вся моя тайна будет твоей тайной. Ну вот лопнуть можно. Снял оружие и повел ее в ту комнату у Мора. Если бы послушал ротмистра, какую она мне речь закатила. Что она говорила? Призывала меня к свержению царя. Бормотала что-то про пять мер жизни. А главное, чтобы всех насильников с оружием заковать в цепи. И чтобы они жили и подыхали в этих цепях. Если послушать, штучка. Не подумай, что чокнутая. Такую выпусти в город, бунт подымет. Надо же, а я-то думал. Подпоручик, прикусив тонкую губу, призадумался. А ну, позови ее сюда. Прапорщик вышел и раздался его голос. Вставай, одевайся, да поскорее. И голос Дарьюшки. Ты опять другой, опять другой. А ну, шевелись, еще подумай, что я с тобой тут цацкаюсь. Боже, как ты кричишь. Ты же сказал, что пойдешь со мной. Давай, давай. Подталкивал голос прапорщика. И вот вышла Дарьюшка. В незастегнутой жакетке и в наспех накинутом платке. Я посмотрела на подпоручика, на его саблю и вниз кобурой. Покачала головой. Опять с оружием. Подпоручик подвинул стул. Садитесь. Дарьюшка вскинула подбородок. Ответила. Это вы садитесь. На цепь садитесь. Вас всех надо на цепь посадить насильников. И чтоб вы вечно сидели на цепи. Дарьюшка повернулась к двери, чтобы уйти. Минуточку барышня остановил подпоручик. Я все-таки должен поговорить с вами. Что вы делали в той комнате? Дарьюшка на мгновение растерялась, и щеки ее залили. Что вы делали в той комнате, добивался подпоручик. Надо же узнать, помнит ли она, не скажет ли, что ее изнасиловали в караульном помещении. Прапорщик вернулся в шинели и направился к столу за оружием. Как же посмотрела на него Дарьюшка. Сперва она растерялась, потом помрачнела. Ты, ты, подлец, подлец, раздался ее гневный голос. А прапорщик, ухмыляясь, затянувшись ремнями, деловито поправив на боку шашку, ответил. Я из третьей меры ухожу во вторую, потому что в третьей мере без оружия и харчей сдохнуть можно. И ты давай топай из третьей во вторую. Дарьюшка сцепила руки пальцами, взмолившись. Боже, боже, подлец, подлец. За оскорбление офицера, голубушка, я могу и в морду дать. Живо схватишь. И прапорщик показал Дарьюшке увесистый кулак. Боже, на глазах Дарьюшки навернулись слезы. Так что же вы делали в той комнате еще раз? Ехидно напомнил жандармский подпоручик. Не смейте, не смейте, звери, выкрикнула Дарьюшка. Вам за все отплатится, настанет час, и вам все припомнят. И кандалы, и цепи, и тюрьмы, и все-все. И ваш царь поганый, и все жандармы, и солдаты, и звери, и насильники. Презираю вас. Презираю. Дать ей, кивнул прапорщик. В таком состоянии ее выпустить действительно нельзя. Кто знает, что она может натворить? Вот и я говорю. Рапорт составил? Пожалуйста. Подал прапорщик рапорт. Подпоручик остался доволен рапортом конвойного офицера, написанным безграмотно, с обилием устрашающих глаголов, долой царя, пусть кровопийцы носят цепи, бейте офицеров, а в заключении при задержании преступница оказала сопротивление и пыталась убежать с другим заговорщиком, которого тоже задержали. Этого достаточно, сказал подпоручик, пряча рапорт в карман шинели, ну а теперь приведи ее в полный порядок, и чтобы никаких разговоров. Для успокоения валерьянки, фельдшера можешь вызвать, да пусть умоется. Если не сама, помогите, и что полный порядок, отведешь ее потом в управление тюрьмы, я поеду за ротмистром. Есть полный порядок, вытянулся прапорщик, звякнув шпор. Дарьюшка презрительно усмехнулась, собаки. Елизар Елизарыч, охолонувшись на воздухе, поджидал дочь у Тарантаса. Подпоручик явился без Дарьюшки, оказывается, придется Елизар Елизарычу побыть пока в управлении тюрьмы, а он, жандармский подпоручик, на воронке съездит к начальству. Дело-то не шуточное, господин Юсков. Нам пока неизвестно, больна ваша дочь или нет. Как указано в рапорте офицера конвоя, задержанная выкрикивала противогосударственные призывы. Красномордый упитанный надзиратель с выпеченным бабьим задом охотно подтвердил, что девица кричала такой. На всю тюрьму тревогу объявили, побоище могло произойти. Очень напросто. А солнце все так же полоскало негреющим осенними лучами красно-кирпичную трехэтажную тюрьму, в некотором роде оплот и крепость Минусинска. Любопытно заметить, в тот год, когда заложили фундамент тюрьмы чуть ли не на тысячу заключенных, в самом городе насчитывалось около пяти тысяч жителей. Говорили так, свято место пусто не бывает, это про тюрьму. От сумы и от тюрьмы не трекайся. Судьбою не спорь, с тюрьмой не вздорь. В тюрьму ворота, а из тюрьмы калитка. За тюрьмой аукнется, а в тюрьме откликнется. И вот откликнулась. Призывный голос Дарьюшки взбудоражил заключенных. Потрясающая новость моментально проникла во все камеры. Нашлась будто отчаянная революционерка, которая с голыми руками кинулась на конвой и призывала арестантов в третью меру жизни. И что те, умыканные, не воспользовались моментом. И что революционерку, конечно, упекут на каторгу. Потом узнали от надзирателей, что девица будто бы была сумасшедшей дочерью миллионщика Юскова. И что на конвой кинулась при падке невменяемости. Арестанты не поверили. Почему она ни на кого другого не кинулась, а именно на конвой? А в самом деле, почему? Закрутилась-завертелась самодержавная машина. Жестокости, все и вся подчиняя единому намерению. Подавить слово, мысль, желание. И все человеческое в человеке. Мыслить и действовать положено священной особи. И, соответственно, мысли и деянью этой особи думе, сенату, тайным и действительным советникам. Ну, а рангам ниже, подчинение исполнению. А все, что супротив, подрывные деяния, опасные для отечества. Всякая жестокость, как щитом, укрывается отечеством, народом, подразумевая под народом малую кучку злодеев, дорвавшихся до жирного пирога. Конвойный прапорщик Мордушин, не разобравшись, в чем дело, открыл стрельбу, вообразив, что на конвой совершено нападение, хотя нападающей стороной была девица отнюдь не богатырского сложения. Девицу схватили как террористку, и мало того, что избили, так еще надругались над ней, и все это под прикрытием непроницаемого для света и разума плаща жестокости. И вот явился встревоженный рот мистер Толокнянников, а с ним уездный исправник Свящев. Безграмотный рапорт прапорщика Мордушина лежал на столе, как фундамент под трехэтажной тюрьмой. Особы в позолоченных мундирах и скрипучих ремнях, невзирая на почтенную личность скотопромышленника, допытывались, не зналась ли дочь господина Юскова с полиццильными Вейнбаумом, Лебедевой и доктором Гривой. И почему именно к доктору Гриве вез психически больную дочь господин Юсков? Елизар Елизарыч и так и сяк оправдывался, призывая в свидетелей Ясаула Потылицина, жену своего управляющего Аннушку, и все-таки рот мистер Толокнянников не смилостивился, не поверил на слово. Привели Дарьюшку из другой комнаты. Елизар Елизарыч так и впился в дочь, как бы призывая ее к благоразумию. А Дарьюшка устала, измучилась. Ну так что же вы тут натворили? Приблизился к Дарьюшке пожилой рот мистер. Дарьюшка вскинула глаза на старика в мундире и при оружии горестно промолвила. Как вы мне надоели, мучители! Сколько вас тут, а всех бы вас в цепи, чтоб вы других не мучили! О! Погнул голову рот мистер. Еще что? Еще Дарьюшка нервно стрепенулась, как лис на дереве, и, не думая долго, плюнула в ухмыляющееся лицо. Рот мистер отпрянул в сторону, вырвавшись. Мерзавка, ну мерзавка! Жандармский подпоручик скрутил Дарьюшке руки, как бы предотвращая избиение высокого начальника. Вот какова ваша дочь! Рот мистер готов был испепелить Елизара Елизарыча. Отменное воспитание дано, отменное! Если она и сошла с ума, как вы уведомляете, то ее сумасшествие сугубо опасное, должен сказать. Сугубо опасное! Такую особу необходимо держать за толстыми стенами и за крепкими решетками, да-с! И опять, уставившись на Дарьюшку, гаркнул. А ну скажите, кто вас подослал совершить нападение на конвой? Кто? Отвечай, подтолкнул Дарьюшку жандармский подпоручик. Как вы мне надоели, мучители! Как вы мне надоели! Но знайте, знайте, ждет вас гибель. Как поганые звери, сдохнете вы в своих мундивах. И не будет вам ни пощады, ни спасения, не будет вам ни дня, ни ночи, ни третьей, ни четвертой меры жизни. Так, так. Еще что нас ждет? Сверлил рот мистер. Еще вас ждет яма, могильная яма. Божие, хоть бы скорее спихнули вас в ту яму. Уведите, отмахнулся рот мистер. И повернувшись на каблуках к исправнику, с меня достаточно. Пожалуй, достаточно, поддакнул исправник. Судьба Дарьюшки была решена. Жандармский рот мистер Толокнянников с исправником Свящевым составили еще одну устрашающую бумагу. Дарью Елизаровну Юскову припроводить под конвоем в Красноярскую психиатрическую больницу на испытания. И если не подтвердиться, что она больная, предать суду, как государственную преступницу. До отправки пароходом в Красноярск Дарьюшку поместили в тюремную больницу. Впервые Елизар Елизарович почувствовал себя беспомощным и жалким перед законом Российской империи. Вот оно, как обернулось, Господи. Во всей губернии молва разнесется. Да что же это, а? Как вроде на всех затмение нашло. Перед погибелью не иначе. С горя Елизар Елизарович напился пьяным и завалился в постель к Аннушке, проклиная свою злосчастную судьбу. Душа горит, Аннушка. Душа горит, не видать мне, Дарьи, погубят живодеры, погубят. Как же так можно, а? Аннушка утешала, как могла. Да разве есть утешение для оскорбленного самолюбия? Ночь-то, ночь-то, экая. Который час, Анна, дай мои часы, сей момент. Нажал на головку боя, узнал время и, слушая мелодию, гимна Божий царя храни, пробормотал. Как бы другим звоном, не всполошилась Россия, Аннушка, чую сердце. Беда. Зависть тринадцатая. Медленно на ощупь, с промерами дна, подходила к Минусинску Россия, сияющая белая в лучах полуденного солнца, трехпалубная с двумя толстыми трубами, усеянная пассажирами по левому борту. На берегу глазели горожане, поводаль от толпы Елизар Елизарыч в английском пальто с бархатным воротничком с тростью и в шляпе мрачной и тяжелой. Григорий Потылицин в шинели при шашке, в фуражке с кокардой, с забинтованным ухом стоял рядом, глядя прямо перед собой, с выражением свирепой решимости, стиснув зубы так сильно, что выпятились челюсти. Всю ночь они пьянствовали в доме Пашиных и вдобавок подрались. Медведь ни с того ни с сего ополчился на своего подручного Ясаула, обозвал всячески, и будто Дарья из-за него ума лишилась. Григорий не сдержался, схватился за шашку, но тут же секунду от удара медведя чуть было не проломил башкой стену. Утром Григорий побывал у утамана Сотникова, и тот отдал приказ призвать фронтового Ясаула в Енисейское казачье войско на должность командира особого дивизиона. В Буде послужил киржачий хари, думал Ясаул, но скрыл от Елизара Елизарыча, что в Красноярске они разойдутся по разным дорогам. Баржи в Сорокиной оставил под лес, бурчал Елизар Елизарыч, недовольный капитаном России. На тех баржах груз первеющей необходимости, в Уренхай надо завести до снега, а баржи в Сорокиной я с него шкуру спущу. Не спустишь, это не тот капитан, спущу. Этот капитан, пожалуй, как спустит, что и на том свете искаться будет. — Ковырнул Григорий. — Я ему зоб вырву, не вырвешь. И зоба у него нет. За этого капитана сам Гадалов держится, как за икону. Сказывают он из политиков. До 905-го плавал на военном корабле лейтенантом, а потом тюрьма, ссылка. И вот на Енисеи царь и бог. Это же брат доктора Гривы. Оба они служили на одном и том же корабле. Один доктором, другой лейтенантом. Те птицы. Дворяне. Дворяне, эй, что ж им не хватало, что они в политику сунулись? — спросил Елизар Елизарович. От жира бесится, — ответил Григорий и вспомнил. — Дал я память одному дворянину из ихней фамилии. Век помнить будет. Одним ударом в морду из копылков слетел, а потом показал ему шашку. Так он со страху носом в грязь. И так полз по грязи с ожений 30. — Да ну! Кого ж ты так? Григорий пробурчал. — Был один такой. Каждого бы из них так обработать. Навек зареклись бы лезть в политику. Верно. Бить надо. Смертным боем поддакнул Елизар Елизарович. Помолчали. Миллионщик глядел на подваливавшую к берегу Россию. Как же теперь с баржами? Это же чистый убыток. Если нанять буксир Вильнера, он же три цены и слупит. Итого мало, я бы пять слупил. Пху! Не зуди, Гришка, и без того весь белый свет в дегте. А кто его завил дегтем? Елизар Елизарович примолк, раздувая ноздри. Россия пришвартовывалась. Матросы выкинули трап на баржу-дебаркадер. Капитан исчез с мостика, и на берег потекли пассажиры. Серая суконка, мещане с багажом, крестьяне с мешками. И под конец почтенная публика первого класса. Офицеры, купцы, промышленники. А среди них старуха вся в черном, и бок о бок с нею высокий. Представительный офицер с тяжелым саквояжем в руке. Елизар Елизарович узнал Ефимию. Ведьма прижаловала. Гляди, офицерик топает. Не из юзковых ли кто? Ну, ведьма. Не ужилась должно у сына Михайлы. Заркоглазый Григорий пригляделся к офицеру. Прапорщик, кажется, и лицо знакомое. Да это же... Боровиков? Что? Где Боровиков? С ведьмой тот самый Боровиков, прапор. Он. Чего там? Господи, помилуй. Я в его сейчас. Хоть бы с Дарьей не встретился. Беда будет. Ты погляди. Не гонят Дарью. Гудок парохода должно слышали в тюрьме. Я им сказал, как услышите гудок, приводите. Григорий пошел за бабкой Ефимия офицером. Из минусинских юзковых никого не было на пристани. Бабка Ефимия и офицер направились к стоянке извозчиков. Григорий подслушал разговор. Может, передумаешь, Тима, денек передохни в городе, а там и в Белую Елань. И я бы с тобой съездила. Да вот ноги гудут. У ней гудут ноги, язвительно, думал Григорий. На 112 году жизни гудут ноги. Когда же она сдохнет? И поймал себя. Слова-то Елизара Елизарыча. В другой раз бабушка, ответил офицер. Теперь Григорий не сомневался. Тимофей Боровиков. Знаю, милый, поспешать тебе надо. Кабы чего не случилось с Дарьюшкой. Год как весточки нету. Может, и послала письмо. Да перехватили злодеи. И твои письма перехватили, увидишь, скажи. Чтоб повидаться приехала. Жить буду у внуков. И Варварушке поклон от меня. И Елизарке бешеному кукиш под нос. В крепости сатанинской пребывает злодей. Ох, люди-люди. Доживу ли я до вольной волюшки, когда человек человеку лицом станет и слово будет не в цепях и тюрьмах. Я сама, сама подымусь, Тима. Благослови тебя, Господь. Хоть бы вы соединились, голуби. Молиться буду за тебя и за Дарьюшку. Старуха уехала. Багажа у нее не было. Ни узелочка. Как будто она приехала не из дальнего города, а переходила из дома в дом через улицу. Григорий ждал, что будет делать дальше прапорщик. Тот закурил, взял свой кожаный саквояж, наверное, трофейный, и подошел к извозчикам. Кто из вас увезет меня в Белую Елань? Черт, чтобы тебя на рога, а не в Белую Елань. Давай, чего там, согласился один из извозчиков и назвал цену. Боровиков не стал торговаться, но сказал, что за такие деньги он потребует быстрой езды. Насчет этого не беспокойтесь, ваше благородие. Дорога знакомая, приискательская, хотя и дальняя, екрия. Когда Боровиков уехал, Григорий все еще тупо глядел в пространство, потом пошел к протоке, не ослабляя напряжение мускулов, пока не подошел к обрыву. Тут он остановился, сердце стукало. Опять накатилось то отвратительное чувство позевоты, которое всегда овладевало им в порыве неудержимой ярости. А пусть. Он там узнает, что она с ума сошла. Узнает. Угрожал он Боровикову, не двигаясь с места. Затем опустился на причальный столб и долго сидел так, глядя вниз, под ярно-пепельно-серую гальку отмели. Она шла в серединной набережной с конвойным солдатом и жандармским подпоручиком. Но это была не та даюшка. Она шла, низко опустив голову, в своей плюшевой жакетке, застегнутой на одну нижнюю петлю, в пуховом платке, закрывающем щеки, необычайно притихшие, будто гнали ее на каторгу. Чем-то она напоминала подстреленную птицу. Еще жива, бьется на земле, а взлететь не может. Она не видела Григория, когда поравнялась с ним и не слышала, когда он окликнул «Дарьюшка». Жандармский подпоручик уставился на Григория, но тот не обратил на него внимания. Дарья Елизаровна подошел к Григории ближе. Она взглянула на него и тут же потупилась, не остановившись. Жандармский подпоручик предупредил. С конвоируемой в разговор вступать запрещается. — Что, вы ее гоните под конвоем? — Это вас не касается, Ясаул. Отстаньте. — Потише. — Что значит потише, Ясаул? Я предупреждаю. — Ты как разговариваешь? На фронт бы тебя. Там бы тебе мозги прочистили. — Что? — вытянулся подпоручик. — Фамилия. — Фамилия? Григорий пригнулся к подпоручику и, сузив в глаза, ответил такое, что жандарм потянулся к револьверу. — Тихо ты, ловик, не балуй. И опередив Дарьюшку с конвоирами, Григорий быстро пошел к пристани, забежал по трапу на боржу, где Елизарь Елизарь о чем-то разговаривал с капитаном. Вот она, дочь моя. Трудно провернул таежный медведь, мотнув бородой. В каюту, значит. В ту, какую указал. Подальше от публики. — Отец? У Дарьюшки задергались губы. Сколько же горечи выплеснула она ему в лицо. — Это, конечно, ее отец. Это ты меня отдал на поругание насильникам с оружием. — За что, а? — За что? — Жестокий ты, жестокий. — Пусть, пусть меня терзают мучители. Пусть рвут мое тело хищники.